Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Антон Грабарев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл итоговое заседание антитеррористической комиссии, где участники обсудили вопросы обеспечения безопасности в дни новогодних и рождественских праздников. Особое внимание было поручено уделить безопасности социальных и культурных учреждений, а также соблюдению общественного порядка в местах массового пребывания людей. В случае, если ситуация становится необычной или при обнаружении подозрительных предметов, необходимо немедленно позвонить в полицию и сообщить как можно больше информации. При обнаружении подозрительного предмета нельзя прикасаться к нему, необходимо эвакуировать детей и граждан на безопасное расстояние. Следует сообщить полиции лично или через дежурного администратора о времени, месте, адресе обнаружения подозрительного предмета. Подозрительный предмет необходимо оградить любыми доступными способами. Единый номер экстренного вызова оперативных служб – 112. В Магнитогорске открылось первое креативное молодёжное пространство. Напомним, в этом году Магнитогорск стал победителем конкурса по созданию и развитию молодёжных пространств в муниципальных образованиях региона, своя атмосфера. Это первое пространство в нашем городе. Местным притяжением для нас вновь стала библиотека Крашенинникова. Много лет библиотека дружит с молодёжью Магнитогорска и многие из организаций зовут её домом. А теперь ещё сделали такое уютное и привлекательное место. Я уверен, многим здесь понравится. Поделилась впечатлениями заместитель председателя местного отделения Всероссийского общества движения «Волонтёры Победы» Валерия Шибаева. В Челябинске работник автосервиса угнал маршрутку. Мужчина решил покататься и угнал отремонтированный маршрутный паз, сообщили в Главном управлении МВД по региону. Инспекторы ДПС незамедлительно выдвинулись по предполагаемому маршруту и задержали ранее неоднократно судимого 35-летнего мужчину. Тогда и выяснилось, что работник сервиса не собирался похищать паз, а просто решил покататься. Тем не менее, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под обязательством о явке, рассказали в региональном полицейском главке. Межвузовский кампус в Челябинске начнут строить в начале 2023 года. Земляные работы на стройплощадке, где в будущем вырастет межвузовский кампус, стартует уже в начале следующего года. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора ЮРГУ Александр Вагнер. «Наш кампус будет изюминкой среди кампусов всей страны. У него есть своя эксклюзивность. Для нашего города проект выглядит безумно привлекательно. Мне даже хочется вернуться в студенческие годы и еще раз пройти обучение в этом кампусе. Все фундаментальные подготовительные работы проведены, реализация проекта переходит в самую активную стадию», – отметил Александр Вагнер. Напомню, ранее правительство Российской Федерации одобрило строительство кампуса в Челябинске. По словам Михаила Мишустина, он станет частью интеллектуального пояса России для развития науки и технологий. Проект вошел в число лучших в России. Индекс новогоднего стола рассчитали в Челябинской области. Специалисты Банка России подсчитали, как на Южном Урале изменилась стоимость продуктов для приготовления популярных в Новый год блюд. Так, салат «Селедка под шубой» стоит теперь дешевле на 4,6%. А все потому, что снизились цены на свеклу, морковь и картофель. Овощная тарелка из огурцов, помидоров и зелени подешевела на 18%. Жульен, напротив, подорожал на 9% из-за увеличения стоимости сыра, сливок и сливочного масла. Хотя с осени годовой рост цен на молочные продукты в Челябинской области замедлился. Подорожали также апельсины на 5%. Цены на виноград по сравнению с прошлым годом немного снизились, а стоимость груш осталась почти неизменной. Напитки, в набор включили газировку, минералку и фруктовый сок, стали дороже на 18%, сообщает сайт челтв.ру. Тем временем в Челябинской области запретили вывоз 20 тонн мандаринов. В пункте пропуска Троицк запретили вызов 42 тонн фруктов из России в Казахстан. 22 тонны фруктов из Челябинска остановили из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Еще 20 тонн турецких мандаринов везли без документов из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Машины вернули в места погрузки. Также с нарушением перевозили хвойные деревья, 600 сосен из карантинной фитосанитарной зоны. Установленные по вредителям леса в Сверловской области везли без карантинного сертификата. В отношении всех грузоперевозчиков нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях. И о погоде. Сегодня в Магнитогорске 10-16 градусов мороза, ветер преимущественно северный. 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление очень высокое. 733 миллиметра ртутного столба. С вами была программа Вести Магнитогорск. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok